Последние две недели наш телеканал регулярно рассказывает вам о ситуации в крупных сетевых супермаркетах Твери, о запасе продуктов, настроении покупателя и предпринятых мерах предотвращения распространения COVID-19 в торговых заведениях. А сегодня съемочная группа Тверского проспекта совершила рейд по маленьким магазинам у дома. Выяснилось, что не везде покупки могут быть безопасными. Центр города Тверской проспект. Здесь в одном из небольших магазинчиков торгуют мясными изделиями, сырами, маслом. Подобные товары всегда пользуются большим спросом, а потому даже в период, когда многие горожане стараются не выходить из дома, торговля тут ведется достаточно активно. Однако, что такое меры предосторожности в этом заведении, очевидно, не знают. На продавце нет ни защитной маски, ни перчаток. Все у нас есть, антисептики, перчатки проработаны, маски надевают. Сейчас на вас перчатки? Ну, сейчас я просто пока убираю. Ну, вы надеваете их когда? Постоянно мы надеваем. Обрабатывать поверхности и руки антисептиком здесь, по всей видимости, тоже не утруждаются. На наш вопрос, где у вас дезинфицирующее средство, продавец в разумительного ответа дать не смогла. Антисептик у вас где? У нас все в ящике, все убрано. А когда достаете? Каждые 20 минут. Зачем прятать такое нужное в нынешних реалиях средство, как антисептик, непонятно. Но отметим, что подобная ситуация, когда хозяева торговых точек достаточно легкомысленно относятся к мерам профилактики предотвращения распространения коронавируса, для города нетипично. В целом, как показал рейд телеканала Тверской проспект, владельцы небольших магазинов у дома в большинстве своем правила, предписанные специалистами, соблюдают. На входе антисептики и антибактериальные влажные салфетки. На продавцах маски. У нас есть антисептик. Можно руки помыть. Спирт есть, да. У нас все есть. Это как бы народ на это обращает внимание. Так, наша продавщица, которая сейчас стесняется, она всегда в маске и в перчатке. Вот. То же самое у нас доставка бесконтактная. Впрочем, одно системное допущение у владельцев подобных магазинов все же найти удалось. Ни в одном из них нет рекомендуемых Роспотребнадзором разделительных линий или отметок, дабы покупатели соблюдали безопасную дистанцию. Но справедливость ради отметим, что сейчас особой необходимости в них и нет. Клиентов в магазинах единицы, а те, что есть, держат расстояние и без напоминаний. Одна покупательница даже постояла в тамбуре, подождала, пока человек выйдет, и она только зашла. То есть, ну, как сейчас видите, народу нет, тишина, покой. Вместе с тем в каждом магазине нам рассказали, что продажи на фоне последних новостей о коронавирусе заметно упали. Владельцы магазинов опасаются, что вводимые властями ограничительные меры серьезно ударят по их бизнесу. Некоторые могут оказаться в ситуации, когда даже за аренду помещения заплатить будет нечем. Пока же им остается работать и надеяться, что ситуация начнет меняться в самое ближайшее время.